Своё техническое оснащение и возведение профильных объектов любой сложности. Пожалуй, такой краткой формой можно охарактеризовать вектор деятельности производственного строительного монтажного управления, которое находится в республиканской столице. На протяжении двух десятков лет предприятию удалось существенно расширить свою рабочую сферу и определить, подкрепив хорошими результатами выполненных работ основные позиции. Это производство и монтаж оборудования для угольной промышленности, понтонов, силосов. Строительство очистных сооружений, железнодорожных путей и производственных объектов. Тем самым география объектов – весь регион. Однако даже такой крупный игрок строительного сектора может рассчитывать на механизмы поддержки от города, подчеркнул глава Абакана Алексей Лёмин на рабочей встрече. Поскольку предприятие дважды участвовало в городском конкурсе, во-первых, благодаря муниципальной программе по поддержке бизнеса управлению субсидировали покупку автомобильного крана в части лизинговых платежей. Во-вторых, предприятие приобрело таким же образом самоходную буровую установку. Я всегда говорил, что строители – это драйвер экономики нашего города. Как правило, мы под этим подразумеваем жилищное строительство, но здесь ситуация несколько иная. Предприятие специализируется в первую очередь на промышленном строительстве, и конкурентов на этом рынке в городе Абакане у предприятия не так много. Предприятие имеет действительно славную историю, предприятие очень активно развивается и в своем штате имеет уже больше ста сотрудников, имеет большой портфель заказов, в первую очередь, промышленного строительства. Конечно бы хотелось, чтобы предприятие обратило внимание и на городские стройки. Мы это сегодня обсуждали, потому что у нас на подходе такие непростые, большие объекты, в которых будет задействовано в том числе и большое количество металлоизделий. Очень надеемся, что предприятие будет работать. Оно работает активно представлено в республике, но вот в городе Абакане, оно работает не в таком большом объеме. И очень надеемся, что со временем эта тенденция изменится. Руководитель производственного строительного монтажного управления Артем Дук отмечает, что промышленное строительство сложное, особенно под ключ. При этом за годы работы у коллектива есть своя технология, а экономические изменения позволили перейти на азиатскую технику. Мы когда заходим на объект, мы выполняем работы от земляных работ и заканчивая финальными монтажами оборудования. У нас санкции коснулись, прежде всего, это где-то была усложнена поставка оборудования на объекты, да, но просто растянулся срок. И в начале года, в первой половине года выросли комплектующие на технику иностранного производства. Но сейчас цены стабилизировались, ситуация стабилизировалась, можно больше сказать, даже некоторые вещи, они были плюсом, потому что доллар подешевел, и китайская техника, которую можно было брать в лизинг, она тоже подешевела. Кроме того, глава Абакана отметил, что руководитель производства не забывает повышать свою квалификацию и ввел это правило на уровне корпоративной политики для своих сотрудников. Артем Владимирович у нас использует прогрессивные методы управления. Он очень много учится, проводит тренингов. И, наверное, самое главное, то, что он не только повышает свой собственный управленческий опыт, но и активно проводит это в своем коллективе, что, конечно же, несомненно, сказывается на результатах работы предприятия. И предприятие смотрит вперед, смотрит в будущее, смотрит, в каком направлении расти. Но, наверное, это самое главное – строить планы на будущее. Более подробно о том, в каких условиях сегодня продолжает свое дело производственное строительное монтажное управление, расскажем в новом выпуске программы «Сделано в Абакане» в среду 8 февраля. Следите за обновлениями.